Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Рад приветствовать всех на очередном вебинаре, организованном Национальным Олимпийским Комитетом Украины совместно с Министерством Молодежи и Спорта и Олимпийским Институтом Национального Университета Физического Воспитания и Спорта. Меня зовут Иван Бондарчук, и я представляю Национальный Олимпийский Комитет Украины и буду помогать модерировать нашу сегодняшнюю встречу. Напомню, что это уже третья наша подобная встреча из цикла вебинаров. Ранее мы обсуждали подготовку спортсменов в ситуации, которая сложилась, физическую подготовку, развитие силовых качеств, а также тематику спортсмены самоизоляции, психологические аспекты. Сегодня тема нашей встречи – фармакологическая поддержка тренировочного процесса спортсменов, и мы построим нашу встречу таким образом. Сначала интересная информация от нашего сегодняшнего лектора Ларисы Михайловны Гуниной, доктора биологических наук, профессора, заместителя директора Олимпийского института, после чего традиционная серия вопросов и ответов. Свои вопросы вы уже можете оставлять в чате, и потом наш лектор с удовольствием ответит на них. Хочу подчеркнуть, что мы будем отслучивать вопросы, которые конкретно будут касаться тематики нашего вебинара. Также отмечу, что по итогам вебинара на официальном YouTube-канале Национального Олимпийского комитета Украины, вы сможете найти видеозапись этого вебинара, как и всех предыдущих и в дальнейшем последующих вебинаров. Ссылка на YouTube-канал прописана у нас в чате. Сегодня в нашем вебинаре принимает участие министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион Вадим Абкович Кузай, и член из полкома Международного Олимпийского комитета, президент Национального Олимпийского комитета Украины, олимпийский чемпион Сергей Назарович Кубка. И я приглашаю к вступительному слову Вадима Абковича Кузай. Доброго дня всем. Доброго дня, Сергей Назарович. Мені дуже приятно приймати участь в такому для нас дуже важливому вебинарі, тому що підготовка наших спортсменів – це наша основна така задача, тому що спортсмени – це ті люди, які приймають участь в змаганнях, які прославляють нашу державу. І для нас дуже важливо, щоб ми їх фахово готували, для того, щоб вони перемагали, для того, щоб вони були здорові, для того, щоб тренери їх професійно теж готували, тому що це від тренерів теж дуже важливо, залежить, щоб наші спортсмени перемагали в змаганнях, та не тільки перемагали, Потому что не все спортсмены победят всегда в змаганиях, но для того, чтобы наши спортсмены были, во-первых, здоровы, и для того, чтобы они занимались спортом, и спорт был и на здоровье, а не то, чтобы они хворили. Мы сейчас остановились в таком времени, где весь мир остановился, у нас спортивный мир остановился, для нас это очень прикольно, но мы принимаем эту ситуацию, и нам нужно двигаться дальше. И двигаться не просто дальше, а двигаться фахово дальше, потому что нужно, чтобы наши спортсмены двигались дальше профессионально. И эту тему, которую мы сейчас будем говорить, я хочу благодарить и Гунину, и Ларису Михайловну за то, что долучилась до нас, и нам фахово, она нам рассказала, как нужно принимать фармологические препараты, как нужно готовиться, потому что это один из таких направлений, где мы имеем вопросы, потому что не все понимают, как нужно готовиться, и как нужно к этому относиться. И поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить всем, что долучились, и поблагодарить еще раз Ларисе Михайловне, и всем полидной работы. Дякую. Спасибо, Вадим Маркович. Я приглашаю к слову Сергея Назарчева. Благодарю, Иван Васильевич. Дорогой Вадим Маркович, Лариса Михайловна, дорогие коллеги, друзья, мне очень приятно сегодня вас приветствовать. Это уже у нас стала традиционная встреча. Очень приятно видеть наших иностранных коллег, коллег наших дружественных национальных олимпийских комитетов. У нас сегодня уже не 9 национальных олимпийских комитетов присутствуют и принимают участие, а уже и Латвия к нам присоединилась. Было 8, стало 9. Поэтому очень приятно, уважаемые коллеги, друзья, вас приветствовать. И действительно, мы всегда открыты, мы всегда готовы делиться своими знаниями, своим опытом. И то, что мы видим сейчас в этой ситуации, в которой мы оказались, какой колоссальный большой интерес. У нас, в общем-то, на каждом нашем, на нашей конференции до 1000 человек принимают участие. Поэтому мы будем продолжать эту работу. Присоединяйтесь, интересуйтесь. Это действительно будет полезно для вашего совершенства, для повышения вашей квалификации, мастерства, достижения своих целей и покорения новых высот. Очень интересная тема. Лариса Михайловна, благодарю вас за то, что вы согласились поделиться своим опытом, своими знаниями. Действительно, фармакологические аспекты, питание спортсмена, оно имеет очень важную и ключевую роль. Потому что Международное Олимпийское движение очень много внимания уделяет чистоте спорта. Это действительно приоритетное направление. И мы должны четко соблюдать правила, которые существуют, и добиваться побед честным путем. Поэтому я всех приветствую и желаю хорошей сегодняшней беседы, общения, хорошего доклада. Я думаю, что это будет полезно. Будем работать. Спасибо большое и успешного дня. Спасибо большое, Сергей Назарович. Спасибо, Вадим Маркович. И сейчас мы переходим уже к нашей сегодняшней встрече, лекции. Бориса Михайловна, пожалуйста, вам слово. Иван Васильевич, видно дисплей, да? Хорошо. Начинаем. Дорогие слушатели, дорогие зрители, я благодарна Национальному Олимпийскому комитету, благодарна нашему Министерству спорта за помощь, нашему Олимпийскому институту, Национального университета физического воспитания и спорта Украины. И моя особенная благодарность, по сути, идейному вдохновителю всех этих лекций, всех этих семинаров, профессору Платону Владимиру Николаевичу, потому что без его энтузиазма, я думаю, что мы бы, наверное, все вместе так бы не сплотились и не начали бы проводить вот такую работу. Действительно, фармакологическое обеспечение тренировочного процесса спортсменов, я говорю на русском, потому что, как сказал уже Иван Васильевич, к нам присоединились, и как озвучил Сергей Назарович Губка, к нам присоединились еще восемь стран, и поэтому пока что таким язык будет общение. Возвращаемся к нашей теме. Фармакологическая поддержка спортсменов – это крайне важный нюанс обеспечения высокого уровня спортивной работоспособности, ускорение постнагрузочного восстановления и, конечно же, продление спортивного долголетия. И об огромном интересе к этому вопросу говорит хотя бы тот небольшой перечень книг, которые вышли на постсоветском пространстве за последние десятилетия, включая и фундаментальную фармакологию и спорту, которая была издана в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Когда мы говорим о фармакологических препаратах, как об эргогенных фармакологических средствах, то для того, чтобы таким их причислить, они должны отвечать ряду требований. Во-первых, им должно быть свойственно повышение и как можно более быстрая физическая работоспособность спортсменов и отсутствие эрголитического эффекта, то есть отсутствие снижения параметров работоспособности через некоторое время. Крайне важным принципом является отсутствие побочных эффектов, отсутствие токсического действия любого из применяемых эргогенных средств на организм спортсменов, потому что это обязательно снизит параметры работоспособности, физической подготовленности, функциональной подготовленности. Кроме того, для применения фармакологических препаратов в качестве эргогенных средств мы должны понимать необходимое время наступления и удержания эффекта, потому что если мы будем применять субстанции, у которых максимум действия наступит через 6 месяцев, то нужно понимать, что для спорта высших достижений и даже для детско-юношеского спорта такие субстанции не подходят. Ну и, конечно же, все эргогенные фармакологические средства должны иметь возможность применяться многократно, потому что годичный макроцикл длится долго, и сочетаться с другими фармакологическими средствами обеспечения тренировочного и соревновательного процесса спортсменов. Часто задают вопрос, а что, спортсмен не может справиться своими силами, зачем мы вообще применяем какую-либо фармакологическую поддержку? Возможно, и может, но для того, чтобы достичь сегодняшнего уровня конкурентноспособного соревновательного результата и при этом сохранить определенные параметры здоровья, качества жизни и продлить спортивное долголетие, организм спортсмена уже нуждается в помощи извне, потому что, по сути, достигнут потолок, уже резерв исчерпан мощности тех энергетических систем, в которых мы синтезируем АТФ. А раз у нас нет повышения уровня образовавшейся АТФ, то значит, мы не можем повысить сократительную способность скелетной мускулатуры. И именно поэтому мы применяем с разных сторон, действующие на этот конечный результат, различные фармакологические эргогенные средства. Мы применяем их в спорте по разным направлениям. И тот порядок, в котором вы их видите на дисплее, не значит, что эти более важные, а те менее важные. Они все важны абсолютно одинаково для поддержания физической и психологической работоспособности спортсменов, для ускорения его постнагрузочного восстановления. Во-первых, это регулирование психоэмоциональной сферы. Вы все слышали лекцию доктора наук Надежды Леонидовны Высочиной. Так вот, я хочу сказать, что без оценки психофизиологического статуса мы не можем применять специальные средства поддержания психоэмоциональной сферы. Второе направление – это чисто повышение физической работоспособности. Кроме того, мы применяем эргогенные фармакологические средства для преодоления климата часового десинхроноза, то есть при перемещениях спортсмена по нескольким часовым поясам, а также при среднеборной подготовке. Следующая позиция, для которой мы применяем эргогенные фармакологические средства, это профилактика переутомления, естественно, перенатряжения и перетренированности в спорте. Потому что если мы дадим спортсмену скатиться в эту яму, то значит тренировочный процесс, его естественный логичный ход будет непременно нарушен. Кроме того, велика роль эргогенных фармакологических средств в ускорении процессов адаптации и процессов постнагрузочного восстановления. Кроме того, на сегодня эргогенные фармакологические средства находят свое место, свою нишу в ускорении процессов реабилитации спортсменов после травм и операций. Существует много классификаций эргогенных фармакологических средств. Мы будем пользоваться той, которая удобна и которая основана на моментах физиологического и биохимического влияния на процессы гомеостаза в организме. К сожалению, за недостатком времени мы не сможем детально остановиться на всех 15 классах, но хотя бы бегло пробежаться по ним, чтобы иметь представление об основных представителях и необходимости применения тех или иных представителей динамики подготовки спортсменов. Я все-таки постараюсь это сделать. Итак, первый класс – это адаптогены и средства, повышающие иммунобиологические способности организма. Что касается адаптогенов, то это всем ясно и понятно. Наиболее широко в спорте мы применяем адаптогены растительного характера в различных комбинациях, в различных дозировках, в зависимости от специфики вида спорта и соревновательной дисциплины, в зависимости от направленности и насыщенности тренировочного процесса на данном этапе. Но для всех адаптогенов есть общее правило. В связи с тем, что они обладают тонизирующим действием на организм, не следует применять их после 16-17 часов, чтобы не нарушить процесс засыпания. Что же касается средств, которые мы называем иммунобиологические способности организма, или попросту иммуномодуляторы, то на сегодня в современной спортивной фармакологии к ним достаточно сложный подход. Слово «иммуностимуляторы» должны забыть все спортивные врачи, которые, по сути, являются главными проводниками спортивной фармакологии в командах и по отношению к каждому отдельному спортсмену, потому что применение стимуляторов иммунной системы разрушит тонкие звенья иммунной регуляции в организме. Мы можем применять, если же применяем иммуномодуляторы, то есть средства, подстраивающие иммунную систему под потребности организма, преимущественно растительного происхождения, такие как наша старая, но не забытая хиноцея, и подобные субстанции. Однако на сегодня мы с вами знаем, что практически 90% нашего иммунитета и спортивного иммунитета так необходимого любому атлету, особенно на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям, когда у нас существует максимум физической и функциональной подготовленности, а иммунная система как раз находится в провале, то наш иммунитет сосредоточен в основном в микробиоме кишечника, где у нас существует примерно 3,5 килограмма микроорганизмов, осуществляющих иммуно-регуляторную функцию и еще ряд важнейших для организма функций. И кроме того, самое непосредственное участие в формировании напряженности иммунитета принимает витамин D3. Поэтому создание национальной программы контроля и обеспечения витамином D3 спортсменов Украины, мне кажется, должно встать на повестке дня и очень быстро, и очень серьезно. Второй класс – это витамины, которые подразделяются на водо- и жирорастворимые и коферменты, которым принадлежат большинство минералов. К водорастворимым витаминам относятся все витамины группы В, а также витамин С, П, П и П. А жирорастворимые витамины – это А, Е, Д и К. Для всех витаминов комплементарное действие – это характерный признак, комплементарное, сочетанное. То есть витамины группы В помогают работать друг к другу, витамины А и Е работают в паре, витамины Д и К также любят работать в паре. Это их свойства. И поэтому даже те аптечные формы витаминов В, которые есть на нашем с вами фармацевтическом и вообще в целом аптечном рынке, они комплексные. И нейрорубин – это витамин В1, В2, В6. И даже по названию, посмотрите, пожалуйста, прекрасный польский препарат В2, В6, В12. Витамин В комплекс, правда он ампулированный, но для внутримышечного введения, что не является запрещенным способом введения. И как моносубстанция может применяться полиевая кислота, витамин В9, который обычно используется для стимуляции образования эритроцитов, в том числе в практике подготовки спортсменов. К жирорастворимым витаминам относятся А, Е, В и К, которые, как я сказала, любят работать в компании. И витамин Е поддерживает всегда деятельность витамина А. И к витамину Е мне хотелось бы, чтобы у спортивных врачей, у тренеров, у спортсменов выработалось бы особое отношение, потому что, по сути, это единственный жирорастворимый витамин, который может действительно встраиваться непосредственно в клеточные мембраны и оптимизировать их функциональное состояние. Мало того, витамин Е имеет непосредственную связь с переносом генетической информации. Что касается витаминов Д, их на самом деле два – кальциферолы, но активной формой, которую мы используем в практике подготовки спортсменов, является витамин Д3 – холикальциферол. Витамин Д3 принимает участие в обмене кальция, то есть он отвечает за формирование костной ткани, за поддержание ее плотности и, значит, способен противостоять повышение уровня травматизма у спортсменов. Кроме того, витамин Д3 берет непосредственное участие в образовании тестостерона, что крайне важно для спортсменов, и повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, вирусным и бактериальным. В настоящее время, когда все мы находимся в вынужденной изоляции, когда люди имеют снижение иммунитета в связи с ограничением движения и свежего воздуха, я хочу напомнить абсолютно всем спортсменам, тренерам, родителям, особенно юных спортсменов, что прием сегодня витамина Д3 становится просто насущной необходимостью. Посмотрите, пожалуйста, на потребности представителей разных видов спорта и разных соревновательных дисциплин в разных витаминах. Из этой таблицы четко видно, что чем больше вклад аэробного компонента в обеспечение двигательной активности, тем выше потребность представителей всех видов спорта и всех приведенных на слайде соревновательных дисциплин в витаминах. Такая же зависимость, к слову, свойственна и всем минералам, включая макро- и микроэлементы, что вы видите на следующем слайде. Поскольку доказана комплементарность действия витаминов и минералов, то обычно в практике подготовки спортсменов они применяются как раз в виде витаминно-минеральных комплексов. Я уже видела вопрос в чате, вопросы в чате, и по ходу лекции вы часть ответов уже получите. Начнем с юных спортсменов. Поддержание витаминно-минерального статуса спортсменов начинается тогда, когда они перешли за порог спортивной школы. Как только потери витаминов и минералов становятся большими, чем в обычных условиях здорового, нетренированного человека, организм нуждается в витаминно-минеральной поддержке. Я хочу сказать, что первой основой этой поддержки, естественно, является сбалансированный рацион с применением всех необходимых плодов, ягод и так далее. Тем не менее, в связи с объединением наших почв, а значит и недостаточным содержанием витаминах и минералов во всех продуктах питания этого количества, которое мы получаем из рациона, недостаточно для удовлетворения спортивных потребностей. Поэтому существуют витаминно-минеральные формулы, например, для младших школьников и просто детей до 7 лет, это алфавит-малыш, для школьников, он так и называется, алфавит-школьник, и для взрослых спортсменов. В детско-юношеском спорте могут быть применены аптечные формы, соответствующие возрасту, витрума, центрума и других витаминно-минеральных комплексов. Из аптечных форм мы с успехом до сих пор используем супрадин, давно используем, и своей позиции супрадин не сдает и в определенных ситуациях может быть применен. Конечно, чаще для спорта высших достижений мы используем специальные спортивные витамины, их четко видно под названием мультипауэр, супермульти, ультрамен и так далее. Так никогда не называются аптечные формы, тут везде присутствует, скажем, спортивное начало, и в таких витаминно-минеральных комплексах для спортсменов абсолютно иная дозировка и композиция, чем просто в аптечных формах препаратов. Для спорта высших достижений у нас идут другие дозы, несвойственные обычной здоровому нетренированному человеку, потому что и потери витаминов и минералов, даже заодно тренировочное занятие, несвойственны обычному человеку. Что касается юных спортсменов, то здесь необходимая возрасту дозировка должна соответствовать критериям педиатрической практики. И назначение любых фармакологических субстанций, включая и витаминно-минеральные комплексы, должно проходить обязательно под контролем врача. Здесь не должно быть никакой самодеятельности, потому что тренер, который может вдруг взять на себя такие функции, никогда не знает полного анамнеза ребенка и может причинить вред его организму. Пожалуйста, помните об этом. Детско-юношеский спорт строго под контролем педиатра. Да и во взрослом спорте эти функции должен брать на себя не тренер и не спортсмен, а только врач-команду. Третий класс препаратов – это препараты, либо регулирующие электролитный обмен, из которых мы контролируем калий, это ритм сокращения сердца и сокращения скелетной мускулатуры, ионизированный кальций – это плотность костной ткани, это свертывание крови, и это магний, это центральная нервная система и стрессоустойчивость спортсмена. И для поддержания этих основных электролитов, которые мы контролируем, существуют специальные препараты. Для поддержания калия, уровня калия, мы чаще всего применяем панангин, или его украинский, или в разных наших соседних странах есть сходное название аспаркам – это калия, магния, аспарагенат. Я предпочитаю панангин, он гораздо чище. Что касается поддержания уровня кальция, который работает обязательно в комплексе с витамином D3, то и та субстанция, которая может быть с успехом применена при снижении содержания ионизированного кальция по результатам лабораторного исследования – это кальций, бетри, никомер. Что же касается поддержки содержания магния, то лучше эталонного препарата, французского препарата магния B6, пока еще никто не придумал. Разрешенные анаболические средства или пластические субстраты. Вы прекрасно понимаете, что анаболические процессы в организме – это основа основ формирования нового адаптационного уровня и нового уровня физической и функциональной подготовленности. Как средство анаболического действия используются препараты и пищевые добавки или диетические добавки, так свойственно фармацевтическому рынку Украины. Это один и тот же термин – английский сапплемент. Поэтому вы будете по ходу лекции слышать и те аббревиатуры. Это одно и то же. Мы до сих пор можем с успехом применять метилурацил. Мы применяем средства на основе липидов, на основе белков, на основе аминокислот, а также специальные формулы, свойственные именно спорту высших достижений типа стематайсуперамина прекрасной немецкой фирмы Биомэн. С этой целью мы используем японский препарат Инозия-Ф, который давно пришел на смену устаревшему рибоксину. И я хочу, чтобы все это услышали. Рибоксин не подлежит применению в практике подготовки спортсменов на сегодня, поскольку его длительное использование вызывает развитие подавры. Разрешенным анаболическим действием обладают препараты триболюса, лекарственного растения, которое произрастает в многих странах Восточной Европы, включая и южные степные зоны Украины. И на сегодняшний день триболюс не находится ни в запрещенном списке, ни в программе мониторинга. А вот что касается следующей субстанции, относящейся к классу автопротекторов, это родственная группа к антиоксидантам, биметил, который производит либо Россия, либо Германия в виде штарк-биметила. Это прекрасная группа, которая помогает поддерживать высокий уровень работоспособности и при этом не требует повышения потребления кислорода. Есть аналогичная пищевая добавка с высокими эргогенными свойствами украинского производства, она называется антиход. К средствам анаболического действия с опосредованным механизмом относятся субстанции, которые входят в стыкл Крепса, то есть все субстанции также на основе гентарной кислоты и другие препараты. Пятый класс препаратов – это антиоксиданты. Всем знакомо это слово, но для чего мы их применяем в практике подготовки спортсменов, если у нас своя собственная, мощная антиоксидантная буферная система, которая осуществляет в защиту организма спортсменов от избытка свободных радикалов. Мы применяем антиоксиданты тогда, когда, по данным лабораторного контроля, наша антиоксидантная система не выдерживает избытка свободных радикалов. Это больше свойственно представителям циклических видов спорта, когда объем потребляемого кислорода воздуха крайне высок, а значит и количество свободных радикалов, оказывающих негативное действие на организм, в первую очередь на клеточные мембраны и субклеточные мембраны, особенно митохондрии, где организм вырабатывает энергию, нам необходимо применять антиоксиданты экзогенного характера, то есть вводить их в организм извне. Это чужая таблица, я ее демонстрирую как пример того, не буду называть автора, я не хочу никаких конфликтов между исследователями. И вы видите, что согласно данным этой таблицы представители циклических видов спорта должны применять антиоксиданты в динамике всего годичного макроцикла. Ну и есть специфика для представителей других видов спорта, в частности у единобор в переходном периоде не рекомендуется, согласно данным этой таблицы, принимать антиоксиданты. Моя точка зрения абсолютно иная. Спортсмен, особенно спортсмен высоко квалифицированный, совершенно уникальный организм со своими особенностями. И только после проведения индивидуальной оценки уровня нашей собственной, его собственной антиоксидантной системы можно ставить вопрос о применении или не применении экзогенных, то есть вводимых извне антиоксидантов. Что же касается переходного периода, одной из основных задач которого является нейтрализация токсических продуктов обмена веществ, накопленных в динамике соревновательного периода, а как раз эту роль в значительной мере берут на себя антиоксиданты, потому что у них есть параллельная функция детоксиканты, то с моей точки зрения применение антиоксидантов в переходном или восстановительном периоде является обязательным для представителей всех видов спорта. Шестой класс препаратов это антигипоксанты. И издавна так повелось, что в спорте нужно бороться с гипоксией нагрузки. Всегда ли это обосновано? Очень сложный вопрос, потому что гипоксия нагрузки параллельно запускает ряд очень сложных и необходимых организму спортсмена процессов, в частности, образование новых эритроцитов, рост новых кровеносных сосудов, особенно мелких, куда эти самые образованные эритроциты будут перераспределяться. А оценить, нужно ли нам применять антигипоксанты, поможет анализ на содержание гипоксии индуцированного фактора HIP1-α. И все это на сегодня в возможностях современной лабораторной диагностики. Тем не менее, если гипоксия нагрузки достигает сверх высокого значения, это может приводить к обратным эффектам, и, естественно, результатом будет снижение работоспособности, то у нас в запасе, в арсенале всегда есть антигипоксанты, эталонным антигипоксантом является олефен или гипоксен. Это одна и та же субстанция. Для этой же цели может быть применен цитамак, то есть цитохром-С, и все субстанции на основе янтарной кислоты. Очень радует, что на сегодня высокоактивный мексидол, это производная янтарной кислоты, есть в таблетированной форме, и нам не надо вводить его внутривенно в большом объеме, что на сегодня является запрещенным методом. инольдии, эфоэнозин тоже могут быть использованы как антигипоксанты. Что же касается упомянутого здесь поспокреатина или неотона, столь любимого многими тренерами, то я хочу сказать, что регулярное и длительное применение неотона в динамике тренировочного процесса непременно приведет к гипертрофии миокарда. Поэтому я очень прошу быть осторожными применением этого старинного давно известного эргогенного средства. Что же касается мельдония или мельдроната, одним из механизмов которого также является антигипоксантное действие, то на сегодня это запрещенный препарат и у нас есть много средств для его замены, поэтому поволновавшись вначале по этому поводу мы перестали волноваться сейчас. энергодающие соединения. Как вы понимаете организм спортсмена в динамике своего функционирования взрослого спортсмена, юного спортсмена не может обходиться без применения энергодающих соединений подразделяемых на прямые макроэрги и энерготоники, то есть те средства, которые способствуют выработке энергии непосредственно в организме. Прямым макроэргом мы относим эзофосфину фруктоза 1,6-дифосфат и пищевую добавку на ее основе реполар, что является преимущественной композицией для спорта, потому что эзофосфина вновь вводится внутривенно. Уже упомянутый мной неатон, который по сути фосфокреатин или креатинфосфат и украинский прекрасный препарат АТФ-Лонг. Я останавливаюсь на нем, потому что это один из тех препаратов, который не только энергодающие соединения, но и великолепный совершенно кардиопротектор и может быть применен даже в детско-юношеском возрасте по одной таблетке три раза в день. Что касается спортсменов взрослых высококвалифицированных, то с учетом того, что АТФ-Лонг состоит полностью из субстанций, входящих в общий обычный фон метаболический веществ в организме, то АТФ-Лонг, допустим, на период подготовки, непосредственной подготовки к соревнованиям, то есть в предсоревновательном изоцикле, может без ущерба для организма и беспобочных явлений применяться в удвоенной дозировке на 10-14 дней. Что же касается эзофосфина, я хочу на ней очень коротко остановиться. Несмотря на то, что он наводится в объеме всего 50 или 100 миллилитров и этот путь введения, метод введения не является запрещенным, использовать саму одну, имею в виду эзофосфину для спортсменов не рекомендовано, потому что фруктоза 1,6-дифосфат депонирует, то есть притягивает к себе воду в сосудах и легкоатлеты отмечают тяжелые ноги, борцетвик отмечают тяжелые руки и эзофосфину отмечает еще весь комплекс других субстанций, которые должны применяться вместе с ней под названием миланского коктейля. Сюда входят антиоксиданты, сюда входят антиагреганты, то есть вещества, разжижающие их рот и еще ряд препаратов, то есть это прерогатива спортивного врача никак иначе. Что касается энерготоников, то первую позицию, конечно, займет здесь элькарнитин. Помните, пожалуйста, когда речь идет о том, что элькарнитин неэффективен, мы часто это слышим, то, пожалуйста, вспомните, что элькарнитин это гамма-бутеробитоин и энергию он дает организму только тогда, когда она образовывается в условиях аэробного обеспечения, то есть представители видов спорта с преимущественным аэробным образованием энергии, у них разумно применять субстанции на основе элькарнитина. Для этой цели мы используем обычно наш отечественный украинский препарат кардонат, который имеет регистрацию в Республике Казахстан, в Республике Узбекистан, в Республике Молдова и, по-моему, в Республике Беларусь или, во всяком случае, идут переговоры об официальной регистрации препарата кардонат, который хорош тем, что в его композицию, помимо, собственно, элькарнитина, входят незаменимые аминокислоты и витамины группы В, которые протаскивают в кавычках говорю, элькарнитин внутрь клетки. Природа не создала пути для естественного проникновения такого низкомолекулярного вещества, как элькарнитин, к слову, как циентарная кислота, для самовольного проникновения внутрь клетки. К энерготоникам вы видите относится выделенный милдронат, его аналог метамакс, а вообще существует 26 торговых названий мильдония и все они, конечно, запрещенные. Хорошими формулами энерготонического действия является сволк, все композиции итальянского происхождения неовис, великолепный эффект оказывают американские нитроксы и нитроксы, субстанции на основе уже упоминавшейся гентарной кислоты и даже адаптогены обладают в средней степени выраженности энерготоническим действием. Что касается медиаторов, регуляторов, точнее, нервно-психического статуса, то традиционно мы их подразделяем на 4 основных группы, на медиаторы нервных процессов, на ноутропные средства, на психоэнергизаторы и седативные средства. И если вы позволите, то я начну вот отсюда. Седативные средства, которые мы применяем, они обычно растительного происхождения, на основе валерианы, мяты, милисы или композиции из этих лекарственных растений. И применяем их когда, когда у спортсмена ярко выраженное предстартовое волнение или предстартовая лихорадка, они могут быть применены у спортсменов с преобладанием типа темперамента меланхолерики и строго по показаниям врача. Что касается психоэнергизаторов, то традиционно применяемый фенотропил, хотя сам не относится к запрещенным субстанциям, но в производстве может быть запрещен, может быть загрязнен запрещенным препаратом карведон, и поэтому мы стараемся его не использовать. Но зато используем препарат Энерион, который может быть применен в практике подготовки спортсменов в динамике любого этапа подготовки в течение четырех недель или более, потом необходимо сделать перерыв. Отсюда следует, что в соревновательном периоде Энерион принимать нелогично. Что же касается широкой группы нейропротекторов, то есть субстанций, которые защищают нервную ткань, то вы видите здесь значительный перечень препаратов, которые мы применяем. Один из лучших это ацетил и карнитин и фосфатидил серин. Для детско-юношеского спорта, если такой вопрос последует, чтобы его снять заранее, мы можем использовать аминокислоту глицин в течение целого месяца можно применять его безопасно. Не ждите от этого действия волшебной таблетки. Глицин действует мягко, как все метаболиты ноотропные. Он просто защищает нервную ткань от негативных воздействий токсических продуктов обмена, которые накапливаются в динамике всех тренировочных занятий. Что же касается ноотропных, то есть тех средств, которые усиливают процессы синтеза в центральной нервной системе, то вы опять здесь видите глицин, и это вполне оправдано. Что же касается часто применяемых субстанций на основе гинго-белебота, накан, мемоплан, то я хочу сказать, что у этих препаратов есть действия, которые способствуют снижению артериального давления, и это требует регулярного контроля, а кроме того, максимальный пик эффекта наступает через 4-5 месяцев, то есть для спорта высших достижений явно неприменимо. Это инструкция к препарату Энерион, посмотрите, это все как будто предназначено для спорта, а здесь я написала, как его надо принимать и с какой длительностью. Девятый класс препаратов это ДЭС-агреганты и ангиопротекторы. ДЭС-агреганты и антиагреганты это средства, которые фармакологические средства, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и эритроцитов в сосудах и средства, которые защищают внутреннюю стенку кровеносных сосудов от слова ангиососуд, ну а протектор понятное слово. Если лабораторная диагностика, ее результаты свидетельствуют о том, что у спортсмена есть склонность к агрегации эритроцитов и тромбоцитов, эритроцитарного и тромбоцитарного звена, то препаратом выбора у нас будет Прентал. Прекрасный трефолик, который используется в композиции «Миланский коктейль», достаточно эффективен, но в соответствии с деревом принятия решений мы часто не применяем его, потому что стоимость превышает эффективность. Что касается тромбоцитарных антиагрегантов, которые мешают склеиваться тромбоцитам в сосудах, а вы знаете, что тромбоциты это клетки, как раз и отвечающие за процессы свертывания, но приспособительной реакцией тренировок является не сгущение крови, а ее разжижение, снижение гематокрита, для того, чтобы кровь с большей скоростью могла передвигаться по кровеносным сосудам, и ее кислород транспортная способность была выше. То лучшим тромбоцитарным антиагрегантом является ацетилсалициловая кислота в виде аспиринокардио, а не в виде аптечной формы ацетилсалициловой кислоты за 3 копейки. Маленькая цена и такая же маленькая эффективность. Кроме того, может быть применена растительная субстанция, содержащая кверцитин. С тем средством, которые улучшают, повышают текучесть крови, относятся сусулабексиды, а ангиопротекторы, которые улучшают тонус сосудов, то лучше представители, чем препараты на основе конского каштана, давно существуют в нашей практике и тем не менее эффективный по сей день. И на основе диосмии детролекс пока что никто еще не придумал. Очень важный класс препаратов это стимуляторы образования эритроцитов, эритропоэза. Еще раз говорю о том, что безнаказанное, бесконтрольное, необоснованное применение препаратов железа просто так, для того, чтобы повысить содержание эритроцитов или пытаться лечить спортивную анемию, считаю, совершенно неправильно, потому что без подтверждения лабораторной диагностики ее результатами снижение содержания железа, снижение содержания трансферина и всех факторов лабораторного контроля окружающих обмен железа, назначение его окажет только токсическое действие на организм. Поэтому железо применяется тогда, когда речь идет о железодефицитной анемии, а анемия у спортсменов может быть и B12 зависимая, и фолиевая дефицитная анемия, и дилюционная анемия, и анемия вследствие нарушения функционального состояния верхних отделов желудочно-кишечного тракта, где осуществляется всасывание железа, а также анемия, которая формируется именно у спортсменов она так и называется спортивная анемия и связана она с нарушением функциональных свойств мембраны ретроцитов под влиянием активных форм кислорода. А кроме того существует анемия, вот та самая спортивная, которая впервые была установлена более ста лет назад, и она связана с тем, что мембрана, клеточная оболочка ретроцита раздавливается при контакте с твердой поверхностью в мелких сосудах ног. Это было обнаружено у ходоков, у бегунов на длинные дистанции и у марапонцев. А на сегодня подтверждено нами также у представителей единобор, где когда при длительном силовом контакте хрупкие эритроциты также могут раздавливаться. Поэтому причин для формирования спортивной анемии более чем достаточно, и лечение должно быть патогенетически обоснованным. Одиннадцатый класс препаратов это гепатотропные. От слова гепатос печень тропный родственный и они также подразделяются на три группы. Не все, что мы употребляем в спорте для практики подготовки спортсменов это гепатопротекторы. Есть еще и желчегонные и возможно это те препараты, которые могут быть применены спортсменами в детско-юношеском спорте при наличии подтвержденной дискинезии и желчевыводящих путей. Возможно это холи-литолитики, хотя это сфера спортивной медицины, а мы все-таки с вами занимаемся сейчас фармакологией профилактической, которая способствует повышению работоспособности одновременно должна предупреждать развитие спортивной медицинской патологии и других заболеваний. Чаще всего как гепатопротекторы мы применяем алкалоиды расторопши-пятнистый силимарин и силибинин, вы даже видите по названию коринсин, но и другие препараты находят свое применение. Мы широко применяем антраль, метаболитотропный препарат, мы применяем теозолин, эффективным средством является липоевая кислота, литийоктовая кислота, лития гамма. Очень эффективны в практике подготовки спортсменов средства, содержащие молекулы аргинина, глюторгин, бетаргин, цитараргинин, ну а что касается гектрала, то с моей точки зрения это тяжелая артиллерия и должна применяться строго по показаниям. Для детско-юношеского спорта эффективными будет голстена, которая кроме силимарина и силибинина содержит еще экстракт растения рудколекарственное с желчегонными свойствами и позитивно для детско-юношеского спорта по нашему опыту применения гомеопатической композиции, кто бы что как не нападал на гомеопатию, гепаркомпозитум. Что касается препаратов фосфолипидов, я умышленно их оставила, так сказать, на закуску, то группа препаратов очень проблемная, высокая стоимость препаратов, длинный курс до достижения клинической эффективности 4-5-6 месяцев делает их малоудобными для практики подготовки спортсменов. А кроме того, до сих пор доказательно в серьезных рандомизированных исследованиях не подтверждено свойство эссенциальных фосфолипидов встраиваться в мембраны гепатоцитов клеток печени и улучшать их структуру. Поэтому как антиоксиданты они работают довольно неплохо, а как средство гепатотропной направленности, особенно согласно дерево принятия решений, эффективность, стоимость, я бы в общем-то рекомендовала постараться от них отказаться. 12-й класс препаратов это энтеросорбенты. Ну просто мой любимый класс препаратов, потому что они не вступают ни в какие химические реакции, не имеют абсолютно побочных явлений и улавливают токсины за счет своих физических свойств, физико-химических свойств. Они или длинноволоконные цепочки на основе двойкисикремния и полиметилсилоксаны или сеточки на основе древесно-волокнистых сорбентов. Не так давно, имея небольшое количество свободного времени вечером, я насчитала 126 сорбентов, которые существуют на фармакологическом мировом рынке. Мы, конечно, используем те, которые были опробированы нами в реальных исследованиях со спортсменами, и чаще всего мы применяем наш украинский энтеросгель, который на сегодня используется во многих странах с высочайшей сорбционной способностью, наш украинский силикс на такой же основе полиметилсилоксан и препарата токсил в пакетированной форме, разовая доза, что очень удобно. Инструкции ко всем энтеросоргентам великолепно выписаны на всех этикетках. Наши белорусские коллеги с успехом применяют синтезированные в Республике Беларусь фарбудон и фарбудон-М высокой поглощающей поверхности. Могут быть использованы полиэппифан для этой цели, то есть спектр энтеросоргентов достаточно широк. Когда, на каком этапе подготовки есть место для включения энтеросоргентов в программу фармакологического обеспечения? Во-первых, если у нас есть этап разгрузки, и мы сразу заберем токсины, находившиеся в организме спортсмена, а также в восстановительном периоде, где они являются необходимым компонентом фармакологической программы. 13 класс препаратов это средства восстановительной направленности. Здесь нет препаратов, есть только пищевые добавки, потому что клиническая фармакология, где мы черпаем источники для эргогенных фармакологических препаратов, не создает средств восстановительной направленности. Одной из таких добавок является композиция Рус-Олимпик, созданная канадскими исследователями и потом закупленная Российской Федерации, бывшая в течение двух олимпийских предшествующих циклов базовой добавки российских сборных с очень хорошим комплексным составом, но часть закрыта ноу-хау, и этого на дисплее вы уже не видите. Из средств плановой восстановительной поддержки чаще всего мы применяем пищевую добавку ZMA производства с фирмы СНАК Соединенных Штатов Америки и американскую же добавку секретагог ВАН. Хороший эффект оказывают немецкие артамолы, вся серия артамол имеет восстановительную направленность, и если есть возможность у обеспеченных федераций для своих спортсменов покупать артамоловские добавки, то это очень хорошо. У представителей циклических видов спорта с успехом может быть использован стимул. Может быть применен также аэробетин, аэробетин чаще всего я лично использую у спортсменов с высоким вкладом аэробного компонента, у него есть еще и антигипоксантный эффект. Лидерской восстановительной добавкой для элитных представителей силовых видов спорта и единоборств является Extend от Skyvation, хорошая композиция незаменимых аминокислот с разветвленной цепью и определенным витаминно-минеральным комплексом. Дозировки здесь высокие, эффективность высокая, а это значит, что длительность применения должна быть невысокая, не более длительности соответствующие этапы непосредственной подготовки к соревнованиям и в соревновательном периоде. Потом эту диетическую добавку или пищевую добавку восстановительного характера нужно отменить и перейти на более спокойные субстанции, на плановое восстановление. Это небольшой пример, как должна выглядеть схема фармакологического обеспечения. Она не должна быть листиком бумажки, где просто перечислены названия. Там должен быть обязательный производитель, дозировка и способ приема. Это просто пример, поэтому не надо его фотографировать. Это символическая абсолютно вещь, просто пример еще раз подчеркиваю. И сюда же традиционно я всегда включаю спортивные напитки, потому что пополнение водно-электролитного баланса в динамике тренировочного занятия это важнейшая вещь для своевременного запуска процессов постнагрузочного восстановления и их ускорения. Кроме того, нужно помнить, что у представителей разного пола разные потребности в организме и поэтому между схемами женскими и мужскими существует некоторое различие. И последнее, о чем я хочу сказать и чего нет на слайде, это пардиопротекторы. Очень важная группа. 15-й класс препаратов, которые мы непременно применяем в практике тренировочного процесса. Какие именно субстанции будут применены зависит от того, какая направленность тренировочного процесса на данном этапе подготовки. Это могут быть донаторы оксида азота, это могут быть средства на основе гамма-бутера бетаина, это могут быть другие субстанции, которые с успехом пришли на замену запрещенного мельдония. И последнее, никакая фармакологическая программа, точнее, надо было сказать, что первое, никакая фармакологическая программа не будет работать адекватно, если она составлена в отрыве от тренировочного плана спортсмена. Если она не соответствует специфике нагрузок, их объему и интенсивности, то она будет абсолютно бесполезной для спортсменов. И вы не поймете, работает она или нет, а средства будут истрачены, и лекарственная нагрузка на организм спортсмена будет возрастать. Для того, чтобы программа поддержки фармакологического обеспечения тренировочных процессов была эффективной, она должна базироваться на объективных критериях. На данных лабораторного углубленного и расширенного контроля, на данных функционального обследования спортсмена, включая электрокардиографию, эхокардиографию, демситометрию, анализ состава тела, а также на данных функционального тестирования, связанного непосредственно с аэробной анаэробной работоспособностью спортсмена. Только тогда все средства фармакологической поддержки, которые есть в арсенале спортивного врача, будут эффективны и помогут спортсмену не только достичь высокой эффективности соревновательного результата, но и сохранить здоровье спортсмена. Спасибо. Иван Васильевич, я звука не слышу. Лариса Михайловна, спасибо большое за интересную информацию. Действительно, мы получили много вопросов и часть вы уже закрыли в своей информации, поэтому будем задавать те вопросы, которые еще не получили ответы. Интересуется, где можно найти современную информацию по спортивной фармакологии, а также обо всех изменениях и развитии фармакологии в целом. Это непростой вопрос, потому что последняя фундаментальная книга «Фармакология спорта» выходила в 2010 году, не знаю, ее видно или не видно, вот она, она выходила в издательстве «Олимпийская литература» у нас в Национальном университете физического воспитания и спорта. Она доступна в библиотеке нашего университета, она пиратским образом выложила в онлайн доступе, открытом, без нашего разрешения и разрешения издательства, и это пока что основной источник добычи информации. Хочу сказать, что, к сожалению, с той поры выходили приличные, очень высокого уровня даже книги профессора Макарова из России, но такого объема и такой консолидации знаний пока что больше не было, и думаю, настало время готовить новый учебник. Ну, а все остальное это, скажем, настойчивость и умение добывать информацию в интернете и в медицинских библиотеках. Конечно, это то, что должны делать спортивные врачи, но и тренеры должны иметь эту информацию для того, чтобы, пытаясь помочь своему спортсмену достичь высокого спортивного результата и сохранить здоровье, они должны понимать, что существует обширный арсенал средств, который может быть применен конкретно для их спортсменов. Что же касается построения программ фармакологического обеспечения, то этим должны заниматься врачи команд. И, пожалуйста, не задавайте вопросов, что делать, если врача команды нет. Эти вопросы не в моей компетенции. Я знаю, что у нас нехватка спортивных врачей, готовят их недостаточно, и много вакансий спортивного врача команд в предшествующие годы были открытыми. Спасибо большое. Следующий вопрос, который фактически перекликается у нескольких наших сегодняшних участников. Стоит ли принимать витаминно-минеральные комплексы на постоянной основе? Какие периоды приема витаминно-минеральных комплексов? Как только начинается физическая нагрузка, так начинается и прием витаминно-минеральных комплексов. У элитных спортсменов это, по сути, круглый год, за исключением периода пускай в игровых видах спорта такого по сути нет и нет четкой периодизации. Когда есть длительная потеря витаминов-минералов, значит, есть и длительная необходимость восполнения витаминно-минерального баланса. нужно сразу сказать, что нельзя принимать одну и ту же субстанцию круглый год. Идет определенное очередование в течение года, хотя, условно говоря, к витаминам-минералам не существует привыкания, но, тем не менее, лучше перестраховаться. Иван Васильевич, был очень важный вопрос, я действительно не сделала на этом акцент. На одном из слайдов мелькнул предуктал или триметазидин, который на сегодня относится к запрещенным субстанциям. Он был приведен для того, чтобы спортивные врачи понимали, что если спортсмен нуждается в таком препарате, то необходимо получить терапевтическое разрешение на применение. А в открытом доступе, конечно, как кардиопротектор он быть не может. Не думайте, я об этом не забыла. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос, даже два, не перекликаются с тем, что Вы сейчас сказали. Все ли указанные препараты разрешены к приему от ВАДА, какой механизм проверки препаратов согласно рекомендации ВАДА и какие нормативно-правовые документы регламентируют деятельность касательно рекомендаций фармакологического характера для спортсменов разных препаратов. Очень непростой вопрос, но я сразу хочу сказать, что касается препаратов, если это препараты, то они обязательно проходят сертификацию и регистрацию в Министерствах здравоохранения или соответствующих иных подобных субстанциях, как, например, в Соединенных Штатах Америки ФИДЕЙ, Федеральное агентство по контролю за качеством лекарственных средств, пищевых добавок и пищевых продуктов. Если мы говорим о постсоветском пространстве, то это Министерство здравоохранения и если это препарат, то в препарате может быть только то, что написано на этикетке. Если спортивный врач видит в составе препарата запрещенную субстанцию, например, мельдоний, то это сразу должно установить его от применения подобных препаратов. Что касается пищевых добавок, то все намного сложнее и было бы очень хорошо, если бы мы смогли организовать лекцию на эту тему, но проверка пищевых добавок на содержание запрещенных субстанций ранее проводилась национальными антидопинговыми центрами с выдачей соответствующего сертификата. Например, на украинском пространстве такой сертификат в 2012 году получила добавка антиход. Потом по ряду требований ВАДа коммерческие работы были приостановлены, но наши белорусские коллеги нашли правильное решение и соответствующие нормативные документы, на основании которых они производят тестирование пищевых добавок, потому что препараты не содержат допингов, не применяйте то, что написано на, если есть запрещенная субстанция, предуктал, мельдония и так далее, и не будет у вас проблем, анаболические стероиды и другие подобные препараты, эритропоэтины, гормоны. А пищевые добавки эргогенного действия с моей точки зрения было бы очень хорошо, если бы они проходили контроль всей партии, которая централизованно закупается для обеспечения нужд спорта высших достижений. Что касается тех видов спорта, где такой контроль не осуществляется, то, по сути, это не наша с вами забота. Какие нормативные документы в этой сфере существуют, я хочу вам сказать, что, к сожалению, специальный спортивный фармаколог до сих пор отсутствует в классификаторе профессий, и официально спортивных фармакологов не готовит ни одна страна постсоветского пространства. Три года назад Национальный университет физического воспитания спорта Украины взял на себя высокую миссию, я считаю, и стал готовить сертифицированных специалистов по спортивной диетологии. Очень было бы хорошо, если бы подобная магистратура существовала бы также и по нутрициологии, то есть более широко, еще и по применению пищевых добавок эргогенного действия. Поэтому говорить о нормативных документах в отношении препаратов просто смешно, а в отношении пищевых добавок надо иметь обширные знания, внимательно читать этикетки, анализировать состав и использовать специальные средства, произведенные фирмами-производителями, которые много лет на рынке, скажем, монстрами, такими крупными, которые сами берегут свою репутацию, стараются не допускать появления допинга в составе пищевых добавок. И большой такой вот интересный вопрос, не превращается ли спорт высших достижений в войну специалистов фармакологии? Ну, в полном объеме презентации был слайд, который гласил, что спорт высших достижений невозможен без фармакологии высших достижений. Не потому, что я хочу наивыгоднейшим образом представить свое, так сказать, хобби и свою любимую работу, спортивную фармакологию, спортивную нутрициологию в наилучшем виде, в выгодном свете, а просто потому, что я считаю, что здоровье и жизнь спортсмена есть высочайшая ценность. И на сегодня для достижения высокого соревновательного результата количество затраченных усилий и те нагрузки, которые испытывают, перегрузки, которые испытывают организм спортсмена, естественно, нуждаются в поддержке. Если мы хотим вернуться во времена Древней Греции, когда не было антидопинговых центров, то уже тогда существовала фармакологическая поддержка. Маковые головки в меду, чеснок и прочие лекарственные средства. То есть, сколько существует спорт, столько существует и спортивная фармакология будет существовать и развиваться, лишь бы она была сбалансирована по отношению к собственному тренировочному процессу. Ну и тут в продолжении Ваших слов вопрос такой, можно ли применять препараты людям, занимающимся физической культурой, которые применяют спортсмены национальной сборной? Ну, затраты энергии и активность метаболических процессов у людей, которые занимаются здоровительной физической культурой, существенно ниже, чем у профессиональных спортсменов. И я не думаю, что нужна такая мощная фармакологическая поддержка. Все, что нужно получать таким людям, они должны согласовать со своими врачами первичного терапевтического звена. И, естественно, прежде чем начинать заниматься спортом, любым, даже оздоровительной физической культурой, нужно пройти углубленное медико-биологическое обследование, потому что существует масса скрытых, вялотекущих, субклинически протекающих заболеваний, когда пациент жалоб не предъявляет, а повышение интенсивности локомоций может привести, так сказать, к открытому проявлению того или иного заболевания. Вопрос от нашего коллеги с Кишинева, с Молдовы, внутривенной инфузии с физраствором, обогащенными озоном. Является ли метатопик? Ну, во-первых, объем инфузии там больше 400 миллилитров, а объем инфузии более 100 миллилитров относится к запрещенным методам. Так что дальше можно ни о чем не говорить уже, хотя озон весьма эффективен для ускорения процессов постнагрузочного восстановления, но метод является запрещенным. Спасибо. Следующий вопрос. Насколько долгое применение неотона в практике спортсмена приводит к гипотрофии сердца и, возможно, еще к каким-либо осложнениям? Неотон, который пришел к нам из общекардиологической практики, даже там применяется не более 50-7 дней в случаях острого сердечного, скажем, инцидента. Поэтому использование неотона более чем 7 дней в практике подготовки спортсменов не должно быть. Что же касается конкретного срока формирования гипертрофии миокарда, то у каждого спортсмена оно будет своим, зависящим от нагрузок, от их интенсивности, от плана подготовки, от ряда генетических характеристик спортсмена и особенностей обмена веществ. То есть применение неотона длительно обязательно требует контроля. Краткосрочное применение неотона может быть применено тогда, когда нам нужен высокий, скажем, высокая эффективность работоспособности, в том числе и сердечной мышцы. 5-7 дней. Что Вы скажете про хондропротекторы? Нужны ли они в подготовке или только для лечения? Хондропротекторы или средства для поддержания функционального состояния связочного суставного аппарата на сегодняшний день являются нормой для использования в спорте высших достижений. Нагрузка на связочно-суставной аппарат спортсменов настолько высока, что без поддержки, к сожалению, мы уже обходиться не можем. Хотя, как говорят медики, это обосновано вполне лучшим лечением является улучшение процессов микроциркуляции, то есть циркуляции крови непосредственно в суставе, тем не менее без нагрузки на суставы спорт не обходится и поэтому хондропротекторы входят в программу фармакологического обеспечения. Это длительно применяемые средства в нашем варианте. Это пищевые добавки типа Артрофлекс, Артро ГАРТ. Я категорический противник введения чего-либо, каких-либо субстанций внутри сустава, потому что это разрушает суставную поверхность, это может быть применено как ургенция в случае получения спортсменом травмы и для снятия болевого синдрома разово. Систематическое введение любых субстанций в сустав разрушает суставную сумку и вообще суставную ткань. Что же касается нестероидных противовоспалительных, то это не система, модифицирующая средства и их применение также не должно быть регулярным, а строго по показаниям. А согласно тем положениям, которые сформулированы в консенсусе Международного Олимпийского Комитета по применению пищевых добавок элитными спортсменами, он вышел в свет в 2018 году, хондропротекторы обязательно входят в программу обеспечения подготовки спортсменов. Вы говорили про суставы и здесь у нас есть такой вопрос, какие наилучшие средства для укрепления и поддержки костей, мышц и связок? костей, мышц и связок. Давайте отделим мухи от котлет. Для поддержки костей нам нужен кальций, фосфор, витамин D3. Для поддержки мышц интересный вопрос, что происходит вообще с нашими мышцами, с мышцами спортсменов, динамики тренировочного занятия? У них формируются два синдрома. Синдром микроповреждения мышц и через 2-3 дня синдром отсроченной мышечной болезненности, для профилактики и коррекции которых существуют свои группы фармакологических средств. Что же касается связок и суставов, то мы только что о них говорили, это хондропротектор. С каким промежутком и с какого возраста рекомендуется принимать хондропротектор и спортсменам в циклических видах? Как бег? Какие бы виды спорта не были, наша регламентация идет по возрасту. До 16 лет мы никаких эргогенных фармакологических средств по сути не назначаем за исключением метаболитотропных, я подчеркиваю, метаболитотропных кардиопротекторов, то есть L-карнитин, кардонат или АТФ-лонг, гепатопротекторов по назначениям педиатра витаминоминеральных комплексов. То есть маленькая фармакологическая поддержка в детско-юношеском спорте существует. Массивная может быть применена с 16-летнего возраста по окончании пубертатного периода. Вопрос от наших единоборств. Какие препараты посоветуйте при сгонке веса в единоборствах? Нет конкретных препаратов для сгонки веса в единоборствах или в других видах спорта, где существуют весовые категории. И препараты эти универсальны. Это жиросжигатели, это средства, ограничивающие активацию липидного обмена, это обязательный баланс жидкости, потому что сгонка всегда сопровождается ограничением приема жидкости. И вот здесь очень сложно. Для единоборств согнали массу вечером, встали на весы, утром вышли на соревновательный день. И надо восстановить гематокрит, потому что иначе спортсмен будет чувствовать себя утомленным и не покажет того уровня физической функциональной подготовленности, который был развит. Поэтому для того, чтобы так жестко не гонять вес, надо придерживаться очень четко той позиции, которая формулирует, что не надо набирать мышечную массу и общую массу тела в объеме более 5-7% от исходной, для того, чтобы потом не терять свои физические кондиции. И по сути могут применены еще специальные препараты, они разные для мужчин и женщин, потому что у женщин большее количество общей массы тела, это задержка жидкости в станях, и поэтому применяются растительные мочегонные типа настойки брусники, кукурузных рылиц, ну и так далее, полевого хвоща и так далее. Элькарнисин тоже имеет свои позиции как небольшой жиросжигатель, хром, очень слабо, недоказательно. Наш олимпийский призер интересуется вашим мнением по поводу препаратов Левзеи. Значит, Левзея это адаптогены и я понимаю, почему спортсмен высокого класса этим интересуется, потому что это экдестероиды. Можете все пока что не волноваться, экдестероиды относятся только к программе мониторинга и не входят в перечень запрещенных. Левзея это обязательный компонент пармакологической поддержки, потому что если мы думаем об увеличении тощей, то есть мышечной массы, а значит мощности, взрывной мощности, силы спортсмена, то нам нужно формировать мышечную массу, нам необходим полноценный протеин, аминокислоты с развлепленной цепью и очень желательно экдестероиды или субстанции на основе трибулюса, поэтому мы их всегда применяем и на сегодня мы пока что ничего не боимся, они не относятся к запрещенным препаратам. Следующий вопрос, почему витамин на минеральных комплексах объединяет жира и водорастворимые витамины в одной таблетке, ведь одни засваиваются в воде, а другие с жиром. Ну, скорее вопрос производителю, мне, например, нравится витамин D3, когда он в капсуле и растворен в масле, вот это мне обязательно нравится. Витамины группы, витамины А и Е мне тоже нравятся в виде Аевита, это тоже масляный раствор с суточной дозой уже витаминов. Почему их так производят, вероятно, так удобнее для производства, это все, что я могу сказать, а если это кого-либо смущает, то значит запейте свою витаминную капсулу или таблетку или драже водой, проглотите ее, а потом выпейте чайную ложечку растительного масла. И следующий вопрос в привязке к предыдущим, как вы относитесь к жиросжигателям и какие препараты ускоряют метаболизм без привыкания? Привыкания к жиросжигателям вообще не существует, на сегодня используются экстракты горького апельсина и еще некоторых препаратов для жиросжигания не знаю, это все пищевые добавки, это разные вещи, препараты и пищевые добавки. Это нужно обязательно очень четко разграничивать, спортивный врач должен разграничивать, спортсмен и тренер это должны разграничивать, у них разные условия применения и разные условия сертификации. Итак, жиросжигатели в первую очередь это достаточное количество пищевых волокон в рационе. Тогда расщепляющиеся жиры будут успешно связаны и выведены для организма. И экстракт горького апельсина. Есть ли опыт применения гепаринов в соревновательном периоде? У меня лично нет такого опыта. Я хочу сказать, что я уже говорила, я повторяюсь и приношу свои изменения тем, кто слушал внимательно, что приспособительной реакцией тренировочного процесса является достижение не сгущения крови, а более жидкого агрегатного состояния крови. У спортсменов компенсаторно снижается содержание тромбоцитов ниже верхней границы нормы, которая составляет примерно 360 тысяч на 10,9 на литр. У спортсменов эта цифра может достигать 120 и 150 тысяч клеток на 10,9 на литр. И применение гепаринов в таких условиях может способствовать спонтанным микро, скажем, кровоизлиянием. То же самое будет касаться короткоцепочечных гепаринов фоксипарина и клепсана. Для того, чтобы кровь спортсмена была достаточно текучей, нужно использовать специальные препараты, я уже сказала, ВСЛДУИФ, а также принимать достаточное количество жидкости, поддерживать точно водно-электролитный баланс. То есть в данном случае речь идет о водном балансе. После тренировочного занятия нужно восполнить, динамики нужно восполнять, но восполнение должно составить не 100%, то есть не капля в каплю, а примерно 120% от утраченной спортсменов динамики, нагрузки, жидкости. Эти 20 или 30% не станут препятствием к ухудшению метаболических процессов. В течение 2-3 часов они выйдут вместе с мочей. А насыщение клеток и межклеточного пространства жидкостью состоится, и процессы обмена будут стабилизированы. Следующий вопрос. Насколько возможно фармакологическое обеспечение спортсменов без нутрицептика? Можно очень четко разделить. Спортивная нутрициология, спортивная фармакология. На сегодня, если посмотреть на программы фармакологической или нутрициологической, очень сложно разделить эти два понятия. На сегодня программа поддержки работоспособности спортсменов, на мой взгляд, без применения пищевых добавок специального назначения невозможна, потому что препараты создавались для лечения определенных нозологий. Никак не учитывали периодизацию тренировочного процесса. У них другие задачи. Абсолютно не были приспособлены к таким процессам, как постнагрузочное восстановление. И, естественно, имеют узкое применение. И спортивная фармакология развивалась по пути, скажем так, присвоения тех средств, которые могли быть адаптированы для задач спорта высших достижений. С развитием спортивной нутрициологии как науки и практики реализации мы получили широчайший и высокого уровня инструмент для поддержки тренировочного процесса спортсменов. Нет препаратов, которые, например, содержат HMB, которые содержат субстанцию G-Bomb, которые содержат бета-аланин, являющимся одним из самых мощных антикатаболиков. Поэтому без нутрицептики сегодняшняя поддержка тренировочного процесса с моей точки зрения невозможна. Что же касается конкретной программы, то она зависит, как я однажды услышала от одного спортивного врача, одной из ведущих федераций, это мой личный опыт. С моей точки зрения такая программа зависит, во-первых, от специфики плана подготовки. И это первая и важнейшая позиция, на которой основана любая фармакологическая, нутрициологическая, диетологическая поддержка. Я еще раз говорю, что в отрыве от специфики тренировочного процесса эти вещи бесполезны, а даже могут оказаться и вредны. Так вот, насыщенность программы и ее характеристические особенности зависят от мирового опыта, от знаний спортивного врача, его личного опыта и от плана подготовки. Он всегда, этот план уникален, поэтому я не боясь, всегда делюсь этими планами, потому что он строится для каждого спортсмена и на каждый этап подготовки отдельно. Спасибо. И следующий вопрос. Какие антиоксиданты вы посоветуете? Из антиоксидантов я люблю субстанции на основе янтарной кислоты, это производные янтарной кислоты. У нас в Украине производится прекрасная пищевая добавка янтарин спорт, и она может быть использована как антиоксидант. Кроме того, природные витамины А, Е и С это великолепные антиоксиданты, они обязательно существуют в практике подготовки спортсменов. Это первые и наиважнейшие. Можно подбирать еще в зависимости от того, какое звено будет страдать, это сложная, достаточно лабораторная диагностика, можно подбирать специфические продукты для улучшения антиоксидантных процессов в организме. Но сначала их нужно оценить. Что можете порекомендовать при болезни шлятера? И здесь также интересуется еще один участник нашей встречи про подростковый возраст, особенно у мальчиков, часто имеет место болезнь шлятера. Что вы можете порекомендовать, посоветовать тренеру? Ну, пожалуй, вопрос не ко мне, это вопрос к спортивным врачам. Ну, а здесь нужно только побороться за укрепление связочно-суставного аппарата, а об этих субстанциях мы уже с вами говорили. Я вижу в чате вопрос, Иван Васильевич, простите, я вас перебиваю. Относительно продуктов пчеловодства. Это представители продуктов повышенной биологической ценности, и они, несомненно, имеют место быть в поддержке тренировочного процесса спортсменов, потому что, в частности, апелак, маточное молочко, трудневое молочко с успехом применяются как анаболизирующие средства. И, к слову сказать, это те средства, которые могут быть применены и в детско-юношеском спорте при недостаточном наборе тощей, то бишь, мышечной массы тела. Единственным противопоказанием может быть наличие аллергических реакций на мед и медопродукты. Поэтому я только за. Мы работали с трудневым молочком, работали с маточным молочком, и оно указывает хороший эффект на показатели работоспособности спортсменов. Я умолкаю, Иван Васильевич, теперь слово опять переходит к вам. Да, спасибо. Вот поступил вопрос. При проведении исследований очень часто сталкиваемся с ограничениями системы внешнего дыхания у спортсменов, включая сужение просвета бронхов с вытекающими последствиями. Какие аэрозоли можно использовать, в каких дозировках, где граница между запрещенным и разрешенным способом? На сегодня все бронходилетаторы относятся к запрещенным. И вопрос далее обсуждению не подлежит. Должны присутствовать другие способы развития увеличения дыхательного объема лёгких и проходимости воздухоносных путей. Ну и в связи с этим следующий вопрос, также сродни медицинского. Может, что-то можно посоветовать, чем лечить простуду? Гайморит, синусит во время подготовки к соревнованиям, так как многие препараты запущены. Пожалуй, вопрос к лору, не ко мне, потому что причин для ринитов может быть очень много. И вирусные, и бактериальные, и искривление носовой перегородки, и аллергические, и так далее. Поэтому это вопрос чисто к спортивному врачу. В зависимости от нозологии, патогенеза данного заболевания, будут применяться те или иные лекарственные средства. Если необходимо будет получать терапевтическое разрешение, этим должна заняться федерация. Какие фирмы спортивного питания можете порекомендовать? Я люблю Universal Nutrition, Optimum Nutrition, я люблю Snack, люблю Skyvation, то есть несколько фирм крупных на рынке давно. Хорошая репутация. Но есть, допустим, узкие какие-либо добавки, они могут производиться определенными только одной фирмой, то есть лицензия никому не передавалась, эти добавки будут нужны конкретному представителю какой-то либо конкретной соревновательной дисциплины на конкретном периоде подготовки. Расскажите, пожалуйста, про глюкозамин, период применения, дозировка и форма. Глюкозамин сульфат очень часто, то есть он в одиночку не применяется, применяется вместе с хондроитин сульфатом, с МСМ, и обязательно, согласно положениям консенсуса Международного Олимпийского комитета, о котором мы говорили, обязательно с экстрактами лекарственных растений, с антиоксидантными свойствами. Имбирь, женьшень, куркума, индийская роза, басвелия и так далее. Дозировки глюкозамина в этих лекарственных формах могут быть абсолютно разными. Спортивные дозировки достаточно высокие, тем не менее, они колеблются во всех формах, например, линейка Джеладринк, присутствующая, или Геладринк, на нашем просто общефармацевтическом рынке. В зависимости от того, какая форма, форма плюс или форма порта, являют разные дозировки глюкозамина. Универсальной формулы не существует. Существует ли доказательная база эффективности использования препаратов АТФ? Мы проводили рандомизированные двойные слепые контролируемые исследования у спортсменов Украины и получили хороший результат с применением препарата АТФ-ЛОН. Оправдано ли применение гепатопротекторов, таких как гептрал, АД-метионин в схемах реабилитации? Я уже сказала, что если речь идет о процессе подготовки спортсмена, то гептрал – это слишком тяжелые формы. Если речь идет о реабилитации, о чем мы говорим, о какой реабилитации, о восстановлении после травм и операции, о восстановлении после лечения каких-либо гепатитов, вопрос не совсем корректен, его надо было уточнить. Тогда можно дать более детальный ответ. Как Вы относитесь к применению гуминки? Повторите, пожалуйста. Как Вы относитесь к применению гуминки? Это я не знаю, что это такое. Идем дальше. Следующий вопрос. Насколько оправдано использование витаминных комплексов или эффективнее использовать отдельные витамины и микроэлементы отдельно? Мы уже говорили о том, что витамины работают в комплементарности, а минералы, включая макроэлементы до меди, калий, кальций, хлор, железо – это макроэлементы. Все остальные – цинк, бор, кобальт, моликден, магний, марганец и так далее – это микроэлементы. Все они необходимы нашему организму. Меня никто не убедит, что хлор, который по содержанию в организме – макроэлемент, более нужен нашему организму, чем цинк. От цинка зависит плотность связок, от цинка зависит наш иммунитет, от цинка зависит синтез тестостерона, от селена зависит наша антиоксидантная система, от йода зависит работа нашей щитовидной железы и так далее. Поэтому разумными являются применение комплексов. Хотя, если установлена, например, недостаточность из всех витаминов группы В, обычно такие анализы, честно говоря, и не делаются. Например, фолиевой кислоты. Вот недостаток фолиевой кислоты или В12 контролируется при наличии тех или иных видов анемии. То может быть применена отдельно фолиевая кислота, как препарат. А в принципе для спортсменов мы рекомендуем, ведь мы же говорим о профилактической медицине, о недопущении скатывания в зону переутомления, перенапряжения, перетренированности. Мы используем те средства, которые в комплексе необходимы спортсмену. Поэтому витамина, минеральный комплекс. Как Вы относитесь к глютамину в тренировочном процессе? Позитивно. Он может быть использованный в качестве гепатопротекторного средства. И он используется обязательно в качестве средства профилактики и коррекции синдромов микроповреждения мышц и осроченной мышечной болезни. Как Вы относитесь к добавке НМВ? НМВ обязательно и положительно, потому что она находит место ровно точно так же в профилактике синдромов повреждения мышц, а кроме того, используется в тех ситуациях, когда необходимо увеличивать точную мышечную массу тела. Ну и такой вопрос. Может, у Вас будут какие-то рекомендации, где можно обследовать спортсмена с целью выявления, что необходимо с точки зрения фармакологических средств? На сегодня существует меморандум между Национальным Олимпийским комитетом Украины, я могу говорить только о нашей стране, и Центром профессора Емца, который, с моей точки зрения, совершил очень большое дело, помогает обследовать наших олимпийцев. У нас разработана четкая программа обследования и перечень тех субстанций, которые необходимо определить в ходе лабораторного контроля, а также объем функционального контроля, в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой системы. И на основе этого можно создавать уже с учетом специфики тренировочного плана, можно создавать адекватную фармакологическую программу поддержки. Фармакологическую, нутрициологическую, вот так бы я сказала. — Вопрос от наших коллег из Казахстана. Есть ли доказательная база у данных препаратов? Есть ли статьи на ПАБМЭД? Или какие есть рандомизированные контролируемые исследования? Возможно, есть ссылки. — Хороший вопрос. Значит, ну по препаратам смотрите базу ПАБМЭД, и там будут находиться абсолютно все ссылки. А какие конкретно препараты имеют в виду наши казахские коллеги? И какие ссылки можно сейчас привести в вопросах и ответах? Я не совсем понимаю сущность данного вопроса. По сути, по всем субстанциям, которые мы применяем в практике подготовки спортсменов, на Западе, кстати, поскольку у них другая классификация, и в первую очередь туда входят пищевые добавки, то и в базе данных ПАБМЭД, одной из самых больших баз по использованию пищевых добавок, в том числе и практики подготовки спортсменов, по сути, по ним, по всем существуют рандомизированные двойные слепые плацебо-контролированные исследования. Те исследования, которые проводила я лично, когда работала заведующей лабораторией стимуляции работоспособности в Университете физкультуры, предыдущее место работы, то они все были тоже двойными слепыми плацебо-контролируемыми. Как Вы относитесь к инозину? К инозину я отношусь положительно. Я уже сказала, мы используем и инозин, и инозин, и эфотополный аналог, для стимуляции анаболических процессов, не используя для этого рибоксин. Слушатель был невнимателен. Чем можно проводить поддержку спортсменов, работающих на длительной задержке дыхания? Синхронное плавание, дайвинг. Очень мало информации на эту тему. Очень мало. Этот вопрос уже задавался. Вероятно, это служительница из Казахстана. То в первую очередь должны применяться субстанции на основе антигипоксантов. То есть биметил и штарбиметил здесь окажут существенную помощь. Препарат КОК-Ю10 или КОЭНЗИМ-КЮ10 тоже будет полезным для данных спортсменов. Как бороться с железодефицитной анемией? Если она железодефицитная, то в первую очередь должны быть назначены препараты железа. С моей точки зрения, желательнее применять липофильные формы железа, они менее токсичны для стенки желудочно-кишечного тракта. Следующее, что нужно сделать, обязательно применить антиоксиданты. И последнее, это средства для устарения анаболизма. Почему? Нам нужно построить молекулу гемоглобина. Для этого нам нужно железо, мы его вносим, и нужен белок. Значит, нам нужны протеины, аминокислоты и средства, ускоряющие процессы белкового синтеза, типа экзистероидов или типа апилака. Поэтому, и кроме того, нам нужны антиоксиданты, для того, чтобы клеточная оболочка эритроцитов, где находится, где размещается гемоглобин, была прочной, пластичной, эластичной и адекватно-функциональной. Поэтому голое железо малополезно. Должна быть триада препаратов для лечения же спортивной анемии, о которой я сказала. Можно ли применять спортивное питание фирмы Nutrend, не опасаясь за дубль? Глубоко безопасным является только лежание на диване в собственной квартире. Процент риска есть всегда. И даже фирма Nutrend, и даже Optimum Nutrition, и Universal Nutrition может тоже иметь подделки своих субстанций. Хотя сами эти фирмы, они отслеживают качество своей продукции. Но может возникнуть подделка. Степень риска существует всегда. Если вы боитесь этого риска, то можно обратиться в белорусский антидопинговый центр и провести тестирование, получить антидопинговый сертификат. Мы уже говорили ранее про АТФ. Интересуется, где были опубликованы результаты исследований. Был бы очень благодарен за его итоги. Откройте Google Академию, найдите Гонину и найдете мои публикации по поводу оценки эффективности препаратов АТФ ЛОНГ. Какие минимальные исследования можно сделать юному спортсмену в лаборатории? Хватает ли диспансерных посещений? Диспансерные посещения в спортивно-медицинских диспансерах явно не обеспечивают тем перечнем анализов, которые на сегодня необходимы. Это могут быть сертифицированные лаборатории типа ДИЛа, Синева, Инвитро и так далее. Большие сетевые лаборатории с серьезным оборудованием, но нужна адаптация референтных значений к спортивному уровню. То есть тракторка должна производиться все равно спортивным врачом или членом КНГ, то есть сотрудникам, которые хорошо разбираются в лабораторном контроле. Я думаю, может вопрос не совсем к вам, но тем не менее будет ли издано очередное обновленное издание основы спортивной нутрициологии в Украине? Это вопрос вообще не ко мне. Видно, люди ждут. И я на него даже не планирую отвечать. По ряду причин. Следующий вопрос, он касается гребли на байдарках и канои, какие фармакологические препараты следует использовать гребли на байдарках и канои в соревновательный период подготовки для групп высшей спортивного мастерства после скоростно-силовых тренировок при надмерном накоплении лактата у спортсмены? Существуют средства. Во-первых, я хочу сказать, какой бы не был вид спорта, точнее, какая бы соревновательная дисциплина не была, какой бы не был вид спорта, если мы возьмем группу циклических видов спорта, то все равно мы должны быть привязаны к специфике плана подготовки. Если мы говорим о соревновательном периоде, и почему только о соревновательном, в тренировочном периоде точно так же существует накопление лактата и формирование лактата цидоза, то существуют средства коррекции лактата цидоза. Вот, в частности, упоминаемый стимул, он тоже средство коррекции лактата цидоза. С успехом может быть принято бенфогамма, мельгамма, различные пуферы, которые коррегируют содержание лактата в сыворотке крови. Но для этого нужен соответствующий анализ на содержание лактата и не через 3, не через 5 минут, а примерно через 1,5-2 часа, потому что за это время вышедший из ткани лактат способен дефендировать током крови печени и там вступить в цикл обмена. И в кровеносном русле не должно быть снижения pH. Вот если мы получим снижение pH, измеренное снижение pH, потому что без этого говорить о лактата цидозе некорректно, то после этого можно применять средства для коррекции лактата цидоза. Каков контроль за применением витамина D, потому что его передозировка это страшно и необратимо? Не будет ли более эффективным применением витамина D2 в масляном растворе вместо витамина D3? Модусом является применение витамина D3 в масляном растворе. Ничего страшного и необратимого. Для того, чтобы мы дошли до такой дозировки содержания витамина D3 в организме, нужно очень и очень постараться. Нужно, во-первых, помнить, что референтные значения, содержание витамина D3 в сыворотке крови спортсменов примерно на 25-30% выше референтных значений для здорового, нетренированного человека. Я умышленно не называю абсолютные цифры, потому что использование различной аппаратуры и различных тест-систем дает нам несколько разные референтные значения. Нужно только помнить, что для спортсмена выше на 25-30%. При обследовании наших олимпийцев были установлены, допустим, при средних референтных значениях содержания витамина D3 на нашем оборудовании в 30 на миллилитр по метаболитам мы получали цифры и 7, и 8. Это элита и суперэлита. Поэтому говорить о том, что страшно и необратимо, это просто смешно звучит. Нам бы выйти на контролируемый уровень. Все спортивные мировые, спортивные державы давно перешли на тотальное тестирование спортсменов-олимпийцев и бесплатное обеспечение спортсменов витамина D3. Масляный раствор витамина D3. При таком количестве витамина D3, как 8 вместо 35, мы использовали трехнедельные или четырехнедельные курсы по 10 тысяч международных единиц, а потом переходили на поддерживающую дозу 5 тысяч международных единиц. Никакой передозировки не наблюдали. У нас большие потери витамина D3. Я сказала, что он расходуется по трем направлениям в организме спортсмена. И очень интенсивно расходуется. Какими аптечными препаратами можно увеличить уровень тестостерона в организме, кроме трибулуса? Трибулус – не аптечный препарат. Это пищевая добавка. Поэтому мы опять же говорим о пищевых добавках. Существуют тестостероновые бустеры различные. Это все пищевые добавки. Мухуна, жгучия, йохимбэ и так далее. Это все тестостероновые бустеры, повышающие содержание эндогенного тестостерона в организме. А из препаратов это только запрещенные анаболические андрогенные стероиды. Если мы говорим о препаратах. В игровых видах спорта при графике игр через день какие фармакологические и нутрицептические действия лучше по вашему мнению? Еще раз повторите, Иван Васильевич, я отвлеклась. В игровых видах спорта в графике игр через день какие фармакологические и нутрицептические действия лучше по вашему мнению? Ну, нужно обеспечить адекватный процесс постнагрузочного восстановления. Обязательно должны применяться средства планового восстановления, а вообще надо смотреть на результаты обследования спортсменов. Нельзя лечить по телефону. Целесообразность использования креатинфосфата или креатинмоногидрата в каких видах спорта и почему? Речь идет не о видах спорта, а о специфике тренировочного процесса. Если речь идет в данном контексте о необходимости увеличения взрывной силы, мощности, увеличения тощей массы тела, то креатинмоногидрат становится непременным компонентом фармакологической программы. Контроль применения креатинмоногидрата высокоочищенного или средств типа необвеса на основе креатинмоногидрата. Прекрасная, кстати, линейка пищевых добавок для спорта. Осуществляется обязательно динамикой не более 4 недель, контролем за повышением общей массы тела, потому что у разных спортсменов даже самый высокоочищенный креатинмоногидрат, даже микронизированный креатинмоногидрат, может давать повышение массы тела выше, скажем так, запланированного сценария. И, кроме того, необходимо примерно на 15-20% увеличить потребление жидкости. Какие хондропротекторы более эффективны в зависимости от сырья для их приготовления, животного происхождения, моллюски и так далее? Цена очень разнится. Я ничего не скажу в относительно ценовой политики, это вообще не мой вопрос, я не экономист. Что касается, скажем, сырья, из которого потом компонуются субстанции, то, в общем-то, не написано, откуда оно получено. Это могут быть и вообще генноинженерно синтезированные молекулы. Важно, чтобы в составе хондропротектора был глюкозаминсульфат, хондроэтинсульфат, я уже говорила, и обязательно экстракты лекарственных растений. Откройте, пожалуйста, британский медицинский журнал за март месяц 2018 года и почитайте, пожалуйста, «Консенсус». Кому лень читать на английском, то в журнале «Наука в олимпийском спорте» в 2018 году была опубликована наша статья о «Консенсусе». Можно найти по автору, архивы у нас очень регулярно выкладываются. И почитать о «Консенсусе» Международного олимпийского комитета по применению пищевых добавок. Это на сегодня регламентирующий документ, как гайдлайн для врача, так и для спортивного фармаколога и нутрициолога необходимый документ, который он обязан знать от корочки до корочки. Есть ли препараты, понижающие уровень локтата при физической нагрузке? Мы уже говорили об этом вопросе, и не будем к нему возвращаться. Применение гейнера в тренировочном процессе спортсмена? Вы можете выбрать и такую форму, как гейнер, и это никому никогда не мешало, если в этом есть необходимость. Какова роль полиненасыщенных жирных кислот для спортсменов, мужчин, женщин, особенно в период сгонки веса при подготовке к соревнованиям? Роль полиненасыщенных омега-3 жирных кислот – очень важный вопрос и очень обоюдоострый вопрос, потому что существуют как симпатики этих фармакологически активных и препаратов, и пищевых добавок, так и противники, которые отрицают эффективность данных лекарственных средств. В базах данных вы найдете и такие результаты метаанализов, и такие результаты метаанализов. Я излагаю свою точку зрения, но не настаиваю на той, что она должна быть поддержана абсолютно всеми исследователями, и всеми спортивными врачами, тренерами и спортсменами. Итак, то, что входит в состав омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, айкозодексоеновые кислоты, обязательные компоненты клеточных мембран. То, что входит в состав в виде линолевой, линоленовой, арахидоновой кислоты – это предшественники многих биологически активных субстанций в организме, начиная с лейкотреенов и оканчивая простагландинами, которые нужны спортсмену, потому что есть простагландины, которые, скажем, нас обеспечивают болевой эффект, а есть простагландины, которые обеспечивают расширение кровеносных сосудов. То есть у всех биологически активных субстанций в организме есть запрограммированная, чётко-биологическая роль. Поэтому омега-3 как предшественники необходимы, омега-3 жирные кислоты как средство, сохраняющее структуру клеточной мембраны, необходимы, и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты как великолепные природные антиоксиданты нам также необходимы. Но очень важным является не только содержание собственно омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, но и их процентное соотношение в препарате с омега-3, омега-6 и омега-9 полиненасыщенных жирными кислотами. На рынке Украины есть прекрасный препарат киевского производства, препарат, подчёркиваю, эпадол, громовая капсула полиненасыщенных жирных кислот животного происхождения. Максимально эффективны для практики подготовки спортсменов те, что получены из рыбьего жира, то есть печень, и рыбного жира, то есть мышечной массы рыбь, если можно так выразиться, они максимально эффективны. Те омега-3, которые мы получаем из неного масла и других растительных масел, они работают, но работают менее эффективно. Поэтому я за. В принципе, вопросы мы прошли практически все в чате, слова благодарности, поэтому, Лариса Михайловна, разрешите от всех участников от имени Национального олимпийского комитета поблагодарить вас за очень интересную информацию, за интересные и полезные ответы на те вопросы, которые поставили коллеги. И я хочу еще раз отметить, что на YouTube-канале сегодня, в конце дня, вы уже сможете увидеть видеозапись, полную видеозапись нашего вебинара. А также хочу проанонсировать нашу следующую встречу 14 мая в 14.00 по киевскому времени. Планируем встретиться с вами еще раз. Тематика будет касаться координации гибкости и скорости современной системы знаний. Владимир Николаевич Платонов, профессор Олимпийского института и один из глав комиссии НОК Украины «Инновации в спорте». Ждите от нас приглашений регистрационных форм. Большое спасибо еще Ларисе Михайловне. Большое спасибо всем участникам нашего вебинара. Всем желаем здоровья, позитива и удачного птика нового знания и опыта. Всего доброго. Спасибо большое. Ну, Иван Васильевич, в свою очередь, позвольте выразить благодарность вам как помощнику и человеку, который так поддерживал меня на протяжении нашего вебинара. Выразить благодарность всем слушателям за терпение и за интерес к этой сложной и совершенно необходимой, в общем-то, практике подготовки спортсменов проблеме. Ну и поблагодарить организаторов, наш Национальный Олимпийский комитет, наш Олимпийский институт, за возможность донести эти знания такому широкому кругу слушателей. Спасибо. Спасибо. Всем удачи. Всего самого наилучшего. Спасибо.